Автомобили Рено по госпрограммам с выгодой 10% Террамобил на Янаульской 1А Вечером 14 февраля в концертном зале Дворца Молодежи собрали старших по многоквартирным домам Состояние их дворов оставляет желать лучшего Разбитая проезжие части и отсутствие достойной игровой площадки это лишь вершина айсберга И весь он у нас загружен машинами, что нам не только машины ставить, мы ходить уже не можем У нас много детей в нашем доме, коляски, садик рядом В общем, мы просим, чтобы нам расширили дорогу и в садик, и в нашем дворе Ремонт, можно сказать, вообще не производился, ремонт двора Детских площадок нету, у нас во дворе 5 домов, еще прилегающие, это 27 идет, у них двора нету, дети У нас одна качеля стоит, вообще во дворе детям играть Собравшимся рассказали, как действует новая программа «Башкирский дворик» В прошлом году она с успехом была реализована в Уфе, а в этом дошла до остальных городов республики По ее условиям, большую часть суммы на ремонт двора выделяют из республиканского бюджета 15% должны предоставить городские чиновники, а вот оставшиеся 5 ложатся на плечи жителей Сумма сбора с населения зависит от запланированного объема работ По словам горожан, собрать по 500-600 рублей с квартиры – задача вполне выполнимая Хочется, чтобы дворы были хорошие, процветало, не знаю даже 500 рублей – это недорого, с одной стороны Если уж бесплатно не получается, люди согласны В Нефтекамске насчитывается около 630 многоквартирных домов, за каждым из них числится двор Ремонт и преображение требуется в большинстве из них, однако попасть в программу «Башкирский дворик» смогут не все Счастливчиков определят с помощью конкурсного отбора по набранным баллам Будет учитываться количество людей, проголосовавших за участие, возможность привлечения спонсоров и даже дисциплины жителей по уплате коммунальных платежей Узнать подробнее о программе «Башкирский дворик» можно на подобных общественных собраниях, а времени их проведения заранее будут сообщать в объявлениях на подъездах домов Еще один способ узнать все нюансы – прийти на прием в отдел благоустройства и жизнеобеспечения городской администрации Лариса Миронова, Задовлетшин, информационная программа «Время новостей»